это правда что мужчины боятся красивых женщин боятся знакомиться женщин смотрите очень часто женщине от того чтобы стать красивой от того чтобы быть симпатичной до того чтобы стать красивой не хватает просто уверенности в себе я по себе знаю вот если на меня посмотреть там объективно ну что разве я красавица какая-то там вообще у меня не не талон и много недостатков но из-за того что я себе строила я концепцию я красивая меня фиг кто в этом разубедит ну я красивая все и все кто не согласен ну как бы это их проблемы люди которые меня окружают они убеждены в том что я красивая и все люди тянутся и говорят мне ну ты красивая один из комплиментов это ты красивая хотя казалось бы взять меня та которая была на 10 лет моложе на 10 лет красивее но у нее не было уверенности в себе не было я концепция красивая у меня не было такого я про себя не думаю что я красивый никто про меня не думал что я красивая вот реально она так работает мир отражает наше отношение к себе поэтому мужчины боятся красивых женщин тех которые думают знают про себя что она красивая потому что иногда мы смотрим на девушку да вроде бы красавица но не все нормально с мужчинами понимаете не боятся ее мужчины ну то есть вот такое здесь какой вариант женщина когда она красивая когда она знает о себе что она красивая ей нужно включать дружелюбие потому что как объяснили мне мужчины до которые мне доверяют в том числе вот фраза моего моего брата я устал слышать нет он говорит я в определенном возрасте я ощутил что я не хочу слышать нет я не хочу опять вот там натыкаться на какой-то высокомерный взгляд если я вижу что она такая супер красавица мне хочется там знакомиться с красивой быть красивой но после определенного возраста он будет когда ты подходишь в двадцать пять в тридцать лет тебе пофигу тебя послали ты тоже послал ну и все в общем на этом разошлись когда тебе больше тебе не хочется чтобы тебя посылали это как бы уже не по статусу тебе не хочется слышать нет тебе не хочется вообще проблем каких-то тебе не хочется крутиться вокруг нее елой чтобы она потом отказала он говорит я себя чувствую неполноценным охотником поэтому я изначально выбираю хромого зверя да в кавычках эта фраза которая эта аналогия которая вообще много чего много объясняет потому что я много общалась с мужчинами на эту тему да вот там красиво некрасиво как ну вот это вот самое я выбираю хромого зверя поэтому красивым женщинам нужно обязательно если она в поиске конечно обязательно добавлять дружелюбие потому что мужчина не хочет подходить к спине он не хочет там поэтому нужно как-то досмотреть глаза улыбаться и так далее встроить себе определенные навыки дружелюбия показывать сигнал кстати это не означает потому что многие девушки говорят ну как же вот типа что я здесь сижу и предлагаю всем будут смотреть там и думать что вот она красавица южная никому не нужно сидит здесь знать что на всем улыбается нет берите не то что я отдаюсь там в хорошие руки просто я вообще открыта для общения берите знаете как нейтралку ставьте нейтралку я вообще открыта для общения не то что я хочу кому-то отдаться первым встречным или возьмите меня в отношения я уже устала я открыта для общения и я выбираю понимаете я открыта для общения я это показываю я выбираю да что предлагается кто предлагается с кем бы познакомиться с кем просто пообщаться и так далее то есть если мы улыбаемся если мы смотрим на мужчин дружелюбно это не значит что мы это не значит что мы даем сигнал типа возьмите меня я такая одинокая нет это сигнал всего лишь дружелюбия я открыта для общения делай первый шаг все но я тебе скажу нет если мне что-то не понравится и что тебя не спасет казнить нельзя помиловать поподробнее о роде я даже не знаю что поподробнее ну вот мы с моей мамой любимой составляли дерево и там со слов бабушки и вот все что все что все что знали составили попозже я хочу заняться расследование исследованием там чтобы насколько возможно вот нарисовала красивое дерево одно в моей ванной комнате висит другой у нас на кухне висит хотим молодеть так всем кто хочет молодеть радости удивление и всегда помним о том что ничто не старит женщину так как злоба поэтому если засекаете за собой да именно вы знаете не эмоция гнева которая ведет нас к достижениям а вот это вот злость такая вот если засекаете за собой нужно выкорчевывать и выкидывать не нужно спорт да я хожу в спортзал и дома занимаюсь в общем спорт тяжело но мне обязательно нужен тренер я не могу без тренера я не спортсмен мне очень тяжело я буду это делать долго медленно печально буду умирать поэтому мне нужен кто-то кто будет говорить стоять надо мной и говорить ты можешь раз два три я нет да еще десять раз только для этого мы все обращаемся очень часто да я не говорю каких-то тяжелых отклонениях но когда человек и обращается вот личная терапия до или коучинг или там персонал эдвайсер и так далее для того чтобы кто-то заставлял так и я с помощью тренера я заставляю себя заниматься спортом